С вами Николай Пивненко в проекте ДАТА. Сегодня 7 ноября. День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Событие это по силе воздействия на ход событий войны приравнивается к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германии было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. В ночь на 7 ноября, по указанию Сталина, кремлевские звезды были расчехлены и зажжены. От маскировки освобожден Мавзолей Ленина и парад начинается ровно в 8 часов утра. Пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разносилась по всему миру. Между тем, 6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском и Волоколамском направлениях. Прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной армии отправлялись на фронт, до которого от центра Москвы было всего несколько километров. Ну и, конечно, все это было посвящено Великой Октябрьской социалистической революции, о которой мы поговорим в финале. Родившихся на свет 7 ноября 1867 год в этот мир приходит Мария Складовская-Кюри. Французская, польская ученая-экспериментатор, физик, химик, педагог, общественный деятель. Удостоена Нобелевской премии по физике 1903 и по химии 1911 года. Первый дважды Нобелевский лауреат в истории. Основала институты Кюри в Париже и Варшаве. Жена Пьера Кюри вместе с ним занималась исследованием радиоактивности. Совместно с мужем открыла элементы ради и полоний от латинского названия Польши. Полония – дань уважения родине Марии Складовской. В 1879 году рождается Лев Троцкий. Настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн – революционный деятель 20 века, идеолог троцкизма, одного из течений марксизма. Один из организаторов Октябрьской революции 17 года, один из создателей Красной Армии и основателей идеологов Коминтерна, член его исполкома. В 1927 снят со всех постов, отправлен ссылку, через два года выслан за пределы СССР, а еще через три года лишен советского гражданства и был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Маркадером 20 августа 1940 года в Мексике. В 1902 году рождается Рина Зеленая, настоящее имя Екатерина, народная артистка РСФСР. Актрисой стала совершенно случайно, шла по Москве и увидела объявление «Набор в театральную школу». Из 80 желающих приняли в училище только 22 человека, в том числе Екатерину. В 19-м году окончила Московское театральное училище. Начинала она на эстраде в качестве профессиональной певицы, но природная комедийность, ее стремление к пародии все-таки одержала верх. В 1924-1928 годах Рина актриса Московского театра сатиры в кино с 1931 года. В 1903 год рождается Георгий Миллер или Милляр, народный артист РСФСР, актер, сыгравший в кино Кощея Бессмертного, Бабу-югу и прочую нечисть. Самая обаятельная нечистая сила таким титулом наградили его юные зрители на одном из детских кинофестивалей. Сам актер говорил, что мечтал сыграть и более серьезные роли, такие как Вольтер, Суворов, Цезарь. Владимир Кенигсон, еще один советский актер театра и кино, родился в 1907 году, лауреат Сталинской премии, первой степени народный артист СССР. Ну а теперь события дня. 1902 год. Столица оружейников Тули по инициативе Федора Архангельского открывается первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». Заведение должно было дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи. Через несколько лет почти в каждом губернском городе открываются аналогичные учреждения. В 1926 году сам нарком РСФСР принимает постановление, в котором предписывалось усилить изучение вопросов алкоголизма и организацию лечения алкоголиков. А 14 ноября 31 года 20 века в Ленинграде на улице Марата открыт первый в СССР вытрезвитель. Так начиналась эпоха вытрезвителей. И в истории новой России к ним постепенно пытаются вернуться. 1918 год. Выпущены первые марки советской России. Автором рисунка «Меч, разрубающий цепи» стал латышский график Рихард Заринш. Сразу же после свержения императора Николая II Министерство почты телеграфов временного правительства принимает решение выпустить почтовую марку, которая олицетворяла бы освобождение народа из оков царизма. На них этот же художник и изобразил руку с мечом, разрубающим цепь и надписью «Россия». Однако пока марку изготавливали, временное правительство было свергнуто большевиками. И вновь образованный наркомпочтель РСФСР после некоторого изменения к клише марки дал указание выпустить ее как свою. Ну а массовые почтовые марки в стране были выпущены в августе 1923 года. Они были посвящены первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. 14 января 1992 года в почтовые обращения поступили первые марки Российской Федерации. Они были посвящены зимним олимпийским играм. 1931 год. Наркомом просвещения Анатолием Луначарским открыт кинотеатр «Ударник». Праздник приурочен к 14-й годовщине Октябрьской революции. Кинотеатр оснащен самой современной техникой того времени, а его архитектуры и знаменитый раздвижной потолок-купол сделали ударник уникальным. Купол разводили всего один раз в день открытия. Восторженные гости увидели звездное небо, но потом механизм заклинило, и тогда для проветривания зала начали использовать обычные в то время способы кондиционирования. Кинотеатр «Ударник» построен вместе с домом на набережной по проекту Бориса Михайловича Иофана. 1958 год. Начинается внедрение автоматических контрольных пунктов, то бишь турникетов, на станциях метрополитена. До этого билеты проверяли контролеры, но в связи с увеличением пассажиропотока возникла необходимость в замене людей автоматикой. В 1961 году уже все станции оборудованы автоматическими контрольными пунктами, где вместо жетонов использовались пятаки. Ну и еще одно событие подробно. В России Октябрьская революция. 1917 год. По старому июльянскому календарю, который тогда был принят в стране, революция или переворот, об этом до сих пор идут споры, произошла 25 октября. Но поскольку в феврале 18-го на территории России введен григорианский календарь, уже первая революционная годовщина отмечалась 7 ноября. Организаторами октябрьских событий являлись, напомню, Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов. И в результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на Втором съезде Советов. Большинство мест, которым еще до этого принадлежало партии большевиков РСДРП-Б. В союзе, кстати, с меньшевиками, эсерами и даже крестьянскими фракциями. В избранное Советом правительство вошли только большевики и левые эсеры. Остальные организации отказались от участия в восстании. Долгие годы 7 ноября был главным государственным праздником СССР, днем Великой Октябрьской социалистической революции. К тому же 8 ноября тоже было выходным, чтобы люди отдыхали от празднования 7-го. В красный же день календаря проводился военный парад и демонстрация трудящихся. В 1996-м Борис Ельцин издает указ, объявляющий 7 ноября днем примирения и согласия. А в 2004-м праздник утратил статус нерабочего дня, а через год 7 ноября был объявлен памятной датой днем Октябрьской революции 1917 года. А я до сих пор помню, как когда-то в школе нас заставляли ходить на праздничную демонстрацию и нести один из 15 флагов Советских Социалистических Республик. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.